МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброго времени суток, с вами Артём, и это 13-я серия прохождения за Пруссией в Наполеон Тотал Воа. В прошлой серии мы подчинили себе Ганновер, на что в Лондоне сразу же отреагировали и написали письмо прусскому королю. Само письмо вы можете увидеть в группе ВКонтакте, те, кто еще не видел. И совсем недавно мы вместе с прусским королем дали британцам ответ, и тем самым начали конфронтацию с Лондоном, с англичанами, насчет Ганновера. В прошлой серии также продолжали подавлять восстания в Гессен-Кассельской области. И в конце марта Наполеон вышел из Праги, и мы выдвинули свои войска в Богемию под командованием генерала Гогенлоа. Но под самой Прагой часть пражского гарнизона и небольшой отряд, который стоял около города, решили нас перехватить, сделать перехват нашей армии. В результате чего мы дали сражение, которое благополучно и выиграли. После этого выигрыша мы взяли Прагу в осаду. И давайте за эту победу под Прагой генерал Фридрих Цу Гогенлоу награждается Орденом Короны Третьей Степени. Ну, собственно говоря, нечего тянуть с осадой. Давайте попробуем провести штурм. Итак, как мы видим, и численный перевес на нашей стороне, и... По сути, да, давайте-ка... Ну и нечего думать, автобой. И вот теперь Богемия, естественно, мы оккупируем под властью прусской короны. Бывшая территория Австрийской империи. Теперь она подчиняется нам. И за это генерал Гогенлоу за подчинение Богемии награждается Орденом Белого Льва. И от прусского короля также получает Орден Красного Орла Третьей Степени. Так, вот этот вот 60-летний генерал уже подчинил под прусскую корону две области. Он подчинил Саксонию и вот, как мы видели, Богемию. Так, территория захвачена. Это у нас тут новости. И давайте же сразу здесь отремонтируем здание. И, в принципе, все. Нам больше ни на что не хватает денег. Так, какая тут инфраструктура. Так, дороги здесь нормальные. Так, ну, в принципе, все основные действия мы сделали еще в прошлой серии. Поэтому, собственно говоря, не будем тянуть, а сразу же завершаем ход. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Османская империя объявила мне войну. Видимо, им не очень сильно нравится то, что у меня Россия в союзниках враг. И, а может быть, их просто-напросто подговорил Наполеон, так как их союзник Французской империи, как мы видим. Ну, естественно, просьба о помощи, но они так-так воюют с османами, ну, кроме Швеции. Швеция не воюет с османами. Вот интересно, она поддержит меня или же нет? Да, меня поддерживают мои союзники, ну, Российской империи тут и даже думать не надо было, и Королевство Швеции тоже меня поддерживает. Все бы ничего, но, как мы видим на миникарте, Венгрия по-прежнему в руках османов, и у них поэтому есть прямой доступ к моим восточным территориям, которые очень-очень слабо защищены. Там, по сути, нет ни гарнизонов сильных, ни уж тем более сильной армии, которая может дать отпор. Поэтому я сейчас, надо будет думать, как и чего предпринять. И мы видим то, что турки начинают идти на север. И точно из Венгрии сразу же в Силезию осаждают Бреслау. Ну, в Бреслау мы тут уже успели немножко укрепить, даже нанять генерала. Я, видимо, как предчувствовал, что что-то произойдет, но никак не думал, что будет со стороны Востока атака. Так, у нас здесь Герхард фон Шарнхорст. Генерал, конечно, не очень сильно опытный. Итак, три батареи 12-фунтовых пушек. У них три батареи 9-фунтовых, но более опытных. Более опытных. Так, кавалерия. С ума сойти. У меня кавалерии практически нет. Лишь шконные геря, селезки, уланы. Так, пехота. Лучники. Баши-бузуки. В принципе, по численности мы-то у нас перевес, но у нас перевес за счет городского ополчения и прусского гарнизона. Также у нас есть ландверы, ополченцы. Если их убрать, то, конечно, войска-то получше будут у Хасим Хока, у Турка. Ну, делать нечем. Мы видим то, что автобой нам даст явное поражение. Поэтому мы проводим эту битву вручную. Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот оно поле боя. Бреслау, столица Солезии. Эти земли еще завоевал когда-то Фридрих Второй Великий, Поэтому отдавать их никак нельзя, тем более уж туркам. Уж кому-кому. Ну, ладно, там австрийцы. Бог с ними, там в страшном кошмаре русские. Но османы, турки тут в Солезии это просто бред. Но игра, видимо, пошла по такому плану. И, как вы помните, по таблице авторитета у турок Самая многочисленная армия на данный момент в игре. Так, ну, естественно, сразу я буду расставлять артиллерию. Основной моей обороны будет, естественно, вот эти вот здания, Которые защитят меня от пуль. Хотя у турок там достаточно много пехоты ближнего боя. И есть лучники. Так, ну, все равно, вот тут вот мы поставим. Даже нет, вот это вот здание сюда. Мы сразу же с селезских стрелков. Так, 500 человек может сюда вместиться. Ну и давайте сюда ландверов. Так, все, 495. Тогда пушки, чтобы они свое же здание не задевали вот так. На этот фланг. Так, городское ополчение ставим. Конечно, надеги на нее никакой, но более-менее что-то. Так, на фланг. Лучше мушкетеров. Они, если что, могут в каре быстренько перестроиться. Так, 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 так. Городское ополчение. Ну, вот сразу же за зданием. Которое у нас будет основное оборонное. Так, в центре. В центре артиллерию ставить здесь вот резона нет. Пойдет атака турок. Все основное. Ага, вот еще здание. Так, сюда мы тогда давайте. Так, егерята у нас уже заняты. Так. Ага, сюда только один отряд вмещается. Тогда уж лучше сюда мушкетеров. Мушкетеров. Так, дальность 100, меткость 45. Наверное, 100, меткость 35. Да, лучше мушкетеров. Лучше мушкетер. Так. Тогда их ставим вот так вот. Так, генерал, пока подожди. Пушки, пушки, пушки сюда. Вот здесь у нас еще один оборонный пункт. Пак. Тогда пушки сюда. Отлично. Нет, надо мушкетеров, надо мушкетеров. Иначе артиллерию можем потерять. Так. Обстрел. Да, давайте вот на этот фланг основную. Нет, нет, нет. Никак не соображен. В центре, в центре ставить. Вот здесь. Вот эти здания будут мешать. Мы можем обстреливать. Ага, их артиллерия. Точно, тогда здесь. Вот даже так. Ставим артиллерию. Так, здесь артиллерия. Так, конные егеря. Конные егеря у нас тут, правда, на фланге стоят. Пускай так там и стоят. Так, мушкетеры. На этот фланг. Так, мушкетеры в центр. Давайте вот здесь вот пока. Пока здесь. В здание. Давайте в здание. Так. Тогда вот этот отряд идет сюда. На защиту артиллерии. Так, ополчение. Ополчение у нас здесь в основном. Так, оборонный. Так, 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 так. Сюда. Так, генерал тогда у нас будет здесь. Все отлично. Так, уланы. Ах, я отсюда забрал. Мушкетер. Тогда сюда улан. И у нас еще один отряд конных егерей, да? Да, да, да. Селесские егеря. Тогда сюда. Под защиту улан. Так, сразу в ромб. Так, в принципе, все, да? Начинаем сражение. Так, мои пушки сразу же. Так, вот эти вот, которые в центре. Вам отменить стрельбу без приказа. Вы сразу начнете долбить по вражеской артиллерии. По центру позиции. Так, те, кто у меня на правом фланге, давайте тоже пока по артиллерии. Ух ты, они тут по мне уже открыли огонь. А вы... Так, по шабузуке. Давайте сюда будете стрелять. Так, ну, в принципе, мы в обороне, поэтому тупо ждем врага. Пока враг идет ровно, то есть атакует по всему фронту. Особо только в центр у него выделяется вперед. Давайте-ка пушками. Картечь. Стоп, стоп, стрельба. Центр, стой. Так. Можем встретить огнем. Так, центр у нас заряжен картечью. И тупо ждет, да? Так, артиллерия. Они прекратили атаку конники Дели. Хотел я по ним картечью-то шмякнуть. Пока не получается. Так, ну, давайте. Пока там их пехота колья расставляет против моей кавалерии, которой не особо-то много. Мы попробуем сейчас сделать залп конными ягерями по вражеской коннице. Правда, на меня вот та может сагриться. Ох ты, ох ты, ох ты, армянские стрелки. Но это лучники. Так, 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 так. Можно, в принципе, уже стрелять. Отлично. И сразу же отступаем. Пока тут. Так, не хочу я отсюда убирать картечь, перезаряжать на ядра. Лучше вот этими пушками на вражеской кавалерии открываем огонь. Эта батарея у меня давайте по Улан-Телли. Дели. Так, центр, центр, центр. Не пропустить бы и вовремя шмякнуть картечью. Так. Ага, они тут у нас... Законными ягерями подманим их на эту картечь. Если, конечно, успеем перезарядить пушки. Так, нет, стоп, 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 стоп. Они передумали. Хитрые турки, а? Вроде ведут в атаку, вроде. На месте тусуются. Так, их артиллерия. Вижу залпы. Так, долбит по зданию. Но пока 0% урон. Они меня заставили на картечке перейти. Нет, давайте ядра. Ближе. Ближе уже никак. Они идут вот под углом. Ну, хоть так. Так, пехота. Пока ждем, ждем. Ух ты, ух ты, ух ты, как тут плохо-то все. Атаковали моих конных лагерей, зараза, уланами. Пехоту может заманим. так так вот это пехота выходит в принципе вы тоже можете открывать огонь так он не егеря это балканские нерегулярные части ну тут особо так картечь балканским у нас здесь тоже но здесь пока в принципе все нормально можно тоже на картечь перейти уланы пошли по балканским частям здесь на ядра ядра так картечь в принципе скоро запаникую так и гиря немножко так картечь переключается на эти что у нас в центре так ну пока в принципе особо ничего не происходит здесь на ядра где у меня тут мои ага так он конников так здесь рукопашка пока тут рукопашка их обстреливаются из зданий отступаем да ну ничего сейчас еще встретим можно даже генералом ударить так отлично правый фланг отбили молодцы все супер пушки на ядра вражескую артиллерию надо добивать бьем бьем тут что из-за одно конников вражеских тогда эти отряды у нас пойдут вперед немножко налево направо как враг мы его сейчас встретим пулями конные геря подмогут залп немножко не успели встречаем врагов ядра 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 артиллерия ух ты еще конец турецкая откуда турок сколько лошадей так здесь мы с помощью генерала отбили тогда во фланг им заводим так ядра 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 бьем по пехоте здесь только перестрелка так дегирей уже здесь чего не осталось уводим их в тыл в принципе еще нигде ничего не прорвали везде стоим так 2 процента урона дому так уланы у меня отступают вовсю так пушки так пошли вперед так враг отступает перестрелка перестрелка вперед пехота как у нас здесь так вражеской артиллерии по-прежнему вся целехонько так ну ничего тут уже вовсю наступаем так свяжем их перестрелкой в это время спокойно подойдем к ним с фланга с этим отрядом так перестрелка здесь подходим ближе здесь подходим ближе и огонь пока не тут думают так тогда вас подводим ближе так с вами рукопашку пора так здесь каре немедленно рукопашку рукопашку так егеря у меня тут а на них клюнула вражеская артиллерия ухты 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 как больно так давайте-ка сюда так в принципе здесь отбились тоже в каре растут лошади вражеские боеприпасы еще заразы кончились у кого так у тебя да у тебя кончились боеприпасы тогда в штыки так вы вперед так генерала мы тогда переводим сюда боевой дух солдат нужно поднимать таки штыки 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 тут пока вражеского генерала обстреливают из здания так здесь отбились в принципе здесь только осталось артиллерии давайте-ка вот так тогда перестроимся так как все не вовремя то и тогда все мои пушки ухты ухты тут еще у них конница так селезские стрелки ухты вас тут атакует тут видимо остатки какие-то вражеские были а вот все понял кто так нужно будет сейчас встречать мы потратили все заряды да тогда отходим селезскими стрелками так пехота перевод отлично генерал наш так ну ка перестраиваемся так балканские нерегулярные части можно в принципе вот так вот штыки генерал поможет как как какая-никакая кавалерия так в лесок погребы пошли в лесок так 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 артиллерии у меня моя артиллерия давайте сразу ее в группу так по вражеской по вражеской срочно иначе они нам тоже нехило приносит урон так здесь в принципе тут тоже погнали наши городских это как так 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 на поле на поле люди идут в год только так 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 да 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 право половина колик полегла ну вот что как не по-русски сделано все а пехоты чё стоит смотрит наших будет артиллерист отлично генерала убили все осталось только артиллерию замочить их так валерий у меня нет который я могу атаковать артиллерию поэтому будем только пушками пехоту подводить это самоубийством месье ваша славная победа уже близка достаточно тяжелая победа я бы сказал мужику который мне сейчас это говорил так тут у них еще кавалеристу лошадей просто море встречаем пехотой стрельбу пока отменим так давайте ускоримся чтоб там быстрее наши пушки а осталось у них одна батарея все три моих батареи по одной так 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 пока не стреляем как можно ближе скайпать так вперед раз они там не хотят нас атаковать татары а это у нас ополчение но ополчением мы можем и не справиться так бесполезно тем более еще стреляю на холм пули летят выше ухта не там еще и с луками тогда ускоряемся так генерал тут у нас на коле там над попадет поэтому подводим лучше мушкетеров ну-ка такого расстояния пройдете или нет совсем слепые они из лука в девятнадцатом веке стреляют лучше чем вы из мушкетов давайте нафиг штуки начали тут ждать у моря погоды иначе они вас перестреляют быстрее какими-то сраными луками так у меня что никак пол моя артиллерия не может чужую завалить что ли я не понимаю в чем дело все у нас на ядрах все достают косые у пруссии артиллеристы косые пехота генштаб так генштаб ходит у нас колья иначе все поляжем так муж мушкетер то будут я думаю поточнее стрелять так начали на нас обстреливать своими луками без полезных что стреляем что не стреляем так генерал чё встал так пехота может быть подойдем к артиллерии осталось буквально одна батарея никак не можем ее обстрелять так генерал обходим отходим потихоньку пошли в атаку уже так тогда максимальную скорость может быть удастся нам пушками справиться все обстреляют смотрите сколько одни яма от ядер а никак не можем попасть наши люди бегут месье в артиллерии всего два орудия но если хорошо попадают урон нанесут приличный моей пехоте который подходит принципе уже подошла а ну все бегут все вот такая вот победа с турками ну хотя по потерям в два с половиной раза мы их больше и если учесть то что у них все таки состав армии был немножечко немножечко получше и том что у них была достаточно хорошая кавалерия и пехота но опять опять вышли за счет за счет артиллерии так да не готов я был тут на восточных землях то так какой либо атаки я думал что тут так возможность перехвата это у нас повстанцы давайте автобой блюхером так ну естественно торговля расторгнута с османами так кварцевую лампу мы изучили так и что еще произошло то что французская армия что она тут забыла в десенкасс или я не знаю у меня все-таки тут два достаточно опытных генерала двумя генералами то я разобью без проблем атаковать естественно будет блюхер фердинанд у него в подкреплении и давайте посмотрим ну артиллерия в принципе кавалерии у меня кавалерии тут дофига в обоих армиях и артиллерии дофигища короче тут тут автобой тут автобой и да мы видим что в шесть раз больше так отступает вражеский генерал так но мы блюхера вернем в кассель так а фердинанд у меня чуть чуть не хватит а чуть чуть не хватило добить вражеского генерала француза так а турок мы интересно сможем добить или нет так тому же у нас тут еще ныне здесь войска за этот ход так турки зря вы конечно напали на селезию так автобой так уничтожили так возвращаемся так и теперь смотрим пока турок здесь не видно я опасаюсь и все еще то что ох из бутапешта не могут на варшаву пойти раз они селезию и усиливать два города на востоке мне сейчас конечно не очень хочется так здесь я пока строить ничего не буду так давайте сразу технологию мы поставим полевые учения так нет франкфурт вот как раз франкфурт вот это вот будет изучать а магдебург полевые учения франкфурт механическое качество ох 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 турки что ж вы со мной там не поделили то вроде все нормально было так берлин так прага прага так принципе здесь общественным порядком все нормально чехи довольны то что они под властью пруссии поэтому оружейный завод строим так естественно тогда нанимаем войска в селезии а у нас уже тут стоит пехота но нам нужно будет еще гаубицы две батареи поэтому давайте так в варшаве кавалерию который я нанимал я ее не буду тогда переправлять она мне еще здесь пригодится и давайте тогда уланов еще три отряда так но в принципе данцы к кенигсберг у меня более-менее там защищены русскими войсками которые продолжают свое шествие по моей территории на запад так здесь что мы можем строить давайте торговый дом ох 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 как у нас здесь ага здесь более-менее уже какой-никакой плюс благодаря дворянам так ну свинтенбургом свертым бергом мы еще не воюем поэтому их не хватило до добить меня сейчас вот эти французы могут атаковать а у меня здесь просто кавалерия с артиллерии пехот это нету ну ничего если отступим касселю или к леву так ситуации теперь я уже разрываюсь как бы на два фронта на восток и запад но в центре тут еще более-менее австрийцы особо то опасаться нечего за прагу так русские быстрее бы русские уже пришли вот в эти в области молчу потому что смотрю и думаю что как делать дальше что делать дальше но дальше надо будет разруливать ситуацию уже как-то вот здесь вот или на мюнхен совместно с австрийцами и русскими я еще не знаю куда русские пойдут куда пойдут русские армии дальше на запад через берлин ганновер или же они свернут вот здесь и пойдут на мюнхен в баварию в общем пока неясности неясности полностью полные неясности точно точно если честно точно плана пока нету посмотрю по ситуации как будет развиваться событие дальше еще неизвестно где наполеон куда он ушел из праги но он ушел в сторону мюнхена потом возможно пошел на юг освобождать италию или куда он тут короче он в тумане войны его не видно здесь скопление французов которые мне не нравится около страсбурга так но я что-то очень много говорю в этой серии но потому что надо думать уже надо думать пошла серьезная игра пошла серьезная игра любая сейчас ошибка может стоить мне территории я чуть-чуть было не потерял селезию из-за удара в спину османов захватить османов венгрию что ли к чертям а и отдать ее потом русским но австрийцам я точно я не верну это мне не выгодно водопешт венгрия сюда я точно видел прошла полностью армию комплектованы еще тут нехилый гарнизон ну как я уже говорил у османов самый многочисленная армия по очкам потом идут французы русские мы 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 короче в жопе жопе мы короче в жопе по очкам мы даже хуже испании надо с этим что-то делать надо с этим что-то делать так то давайте уж под конец серии герхард фон шарт хорст у нас награждается за эту победу сразу двумя орденами это орден воинской заслуги крест точнее воинской заслуги он получает и за то что лично атаковал вражеские отряды в этом сражении он получает железный крест так наградили и на этом завершается тринадцатая серия всем спасибо за просмотр и всем спасибо за комментарии всем удачи всем пока